Уважаемые журналисты, мы в защите Алмамбета Анапеева решили дать пресс-конференцию и дать объективную информацию по этому поводу, по поводу его задержания. Здесь в средствах массовой информации просочила информация о том, что его задержали, что его хотят экстрадировать, но это все неправильно, неправда, так как здесь даже фотографии вывесили в отдельных СМИ, где его задерживают. Там стоит рядом рак в своей национальной одежде, одеянии, но это все фотомонтаж. Во-первых, его никто никогда не задерживал. Его пригласили на участок с целью установления личности. После того, как его установили личность, его сразу отпустили. Не было никакого задержания. Не было законных оснований для его задержания. Что же касается того дела, уголовных дел, в отношении него, я изучил материалы дела, по очереди, по тяжким, особо тяжким преступлением. Во всех грехах его обвиняют. Но ради объективности нужно сказать, что эти дела как бы сшиты белыми низками. Они построены на домыслах, на догадках, на предположениях. В настоящее время нет ни одного гражданина, лица, которому как бы ставил его в вину. И имел претензий к Алмамету Анапиаеву. А сейчас получается, что и в смерти Садыркулова, и в других убийствах, в разбойном нападении, в вымогательстве, очень там масса, это самое, но это все как бы голословно. Поэтому мы вынуждены обратиться к общественности и обратить внимание общественности, то, что у нас творится. Почему Анапиаев не приезжает в Кыргызстан? Потому что здесь у нас действуют двойные стандарты. Для кого-то закон работает, а для кого-то не работает. Поэтому здесь именно в связи с тем, что нет доверия, он не приезжает. Еще что хотелось бы отметить. Хотя Кыргызстан считается правовым государством, в основном в нашем законе имеется положение, принцип верховенства права, принцип законности. Но этот принцип не срабатывает. У нас идут двойные стандарты. Судебная система зависима, так как судебный корпус формирует администрация президента на основании указа. Поэтому здесь пока эта система будет, не будет у нас объективности и справедливости. А те обвинения, которые ему вменяются, они, я вот как юрист, как адвокат, я посмотрел, они все это построены на предположениях. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то услышал и все. Потом начинает пиарить и из человека делают монстра. То есть никаких конкретных доказательств нет? Конкретных никаких доказательств нет. Это все на предположениях. Там уголовное дело, оно состоит там, я не знаю, там большое уголовное дело. А когда вот вникаешь во все это, все это на предположениях. И что плачевно, что плохо, вот по таким контрольным делам, так называемым контрольным делам, эти фабрикованные дела проходят через тюрьму. То есть нет справедливости получается.